На повестке дня долги по налоговым и неналоговым платежам, консолидированный бюджет Краснодарского края и вопросы снижения финансово-экономических показателей. Некоторые предприятия города-курорта тянут вниз общую статистику Анапы. Сергей Сергеев озвучил сумму налоговых поступлений в бюджет города. В этом году налоговых отчислений больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года, но все же есть недоимка. Которая на 1 января текущего года составляла 286,5 миллионов рублей. На 1 сентября мы имеем незначительное снижение недоимки на 37,5 миллионов рублей. Но все-таки сумма 249 миллионов, она режет слух. А вот недоимка на доходы физических лиц выросла за этот период более чем в два раза. Материалы направлены в службу судебных приставов. Мэр поручил специалистам всех фискальных органов взыскать недостачи, чтобы подобные факты не стали системой. Соблюдать законы должны все, как граждане, так и юридические лица. Правоохранительные органы будут направляться и сведения о неуплате НДФЛ. Столь пристальное внимание и решительные действия власти по отношению к неплательщикам понятны и объяснимы. Потому что это один из основных источников формирования местного бюджета. В принципе, оберравит местное население. Мы не можем сегодня начать строительство, допустим, второго детского сада. Мы не можем себе позволить сегодня закончить дорогу по улице Мирной, вывезти ее уже мимо очистных сооружений на Анапское шоссе. То, что требуются сегодня, причащие вопросы, благоустройство территории, внутренних дворов. Неуплаченные вовремя налоги впоследствии – существенные потери для города. Заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий привел конкретные примеры. Какая сегодня очередь детских местам до школы? Самое большое количество, примерно. Около двух тысяч. Около двух тысяч. Вот примерно до 2016 года одно детоместо – это один миллион рублей. Два миллиарда должны прийти непосредственно в муниципальное образование. Сегодня условия 95 на 5. Нужно 5 рублей мобилизовать здесь, для того, чтобы обеспечить софинансирование, и 95 придут из края. То есть 1 к 20. Для того, чтобы в этой программе муниципального образования поучаствовать, нужно как минимум получить деньги своевременно. Одной из болевых точек, отметил мэр, являются 25 объектов Министерства обороны, в том числе санатории и объекты здравоохранения на территории города-курорта. Российским правительством с этого года аннулированы их льготы на уплату земельного налога. Платить придется. Сергей Сергеев обратился ко всем должникам. Поверьте, их придется заплатить. Если не в этом году, в следующем мы будем вас просить сегодня, в том числе оплатить по срокам эти налоги. Но они обернутся к взысканию, я возьму на личный контроль.